В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Автоавария в Нарынской области унесла жизни трех человек. Еще пятеро пострадали. ДТП случилось накануне на трассе Бишкек-Нарын-Туругард в районе села Эмгекчиль. Столкнулись автомобили Toyota Avensis и Honda Stepwagon. Прибывшие на место спасатели извлекли из поврежденных машин тела двух мужчин и одной женщины. Среди пострадавших есть дети. Их доставили в Нарынскую областную больницу. Ночью серьезная автоавария с участием Toyota Yaris произошла и в Бишкеке на пересечении улицы Металиевой Фрунзе. Обошлось без жертв, но три человека пострадали. На видео, снятом очевидцами, видно, что от удара передняя часть легковушки разбита в смятку. Сегодня утром в столице произошла еще одна автоавария. На Южной магистрали, на пересечении улиц Масалеева и Чертекова, столкнулись три автомобиля. Очевидцы говорят, пострадали несколько человек. Их с места ДТП в больницу увезла машина скорой помощи. В Нарыне агитаторы одной партии избили агитатора другой. Последний с травмами головы и ребер сейчас лежит в больнице. Он написал заявление в милицию. В ОВД Нарынской области отмечают, что по факту избиения начато досудебное производство. Избитый мужчина рассказал, что в поселке Алыш агитаторы от другой партии массово перерегистрировали граждан по форме 2. Он выступил против. Словесная перепалка вскоре переросла в драку. Его избили несколько человек. Агитаторы Толюгона в Тулон и Максат приехали в наше село. И до этого они массово свозили туда людей. Мы говорили им, что так делать нечестно, но они начали оскорблять людей, угрожать им. Вчерашний конфликт произошел на этой почве. Вдвоем пришли и избили меня. Они сломали мне ребра. Я сейчас в больнице. У меня сотрясение мозга. Состояние у меня плохое. По инциденту в Ворованском районе, где подрались кандидаты и сторонники двух партий, Центр Сберком пока ограничился лишь обращением в адрес этих политорганизаций. В нем говорится, что для устойчивого развития, в особенности в выборный период, крайне важны гражданское согласие и общественно-политическая стабильность. Комиссия призывает партии и кандидатов в депутаты ввести агитацию строго в соответствии с законодательством. Напомним, в минувшее воскресенье в Вороване во время агитационного мероприятия произошла массовая драка, в которой участвовали около ста человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района. Были разбиты стекла машины. Местная милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Между тем, правозащитники хотят через суд отменить решение Центра Сберкома по вопросу спикера Джугуркукинеша Достана Джумабекова, который одновременно является кандидатом в депутаты. Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» считает неправомерным решение комиссии. Правозащитники уверены, что спикер злоупотребил административным ресурсом и в его действии есть признаки подкупа. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Джумабеков вручил роженице 50 тысяч сомов. В ЦИКе рабочая группа предложила снять его с гонки. Однако члены комиссии проголосовали против, в том числе не поддержали предложение вынести ему хотя бы предупреждение. Комиссия тогда ограничилась лишь предупреждением партии, в составе которой баллотируется спикер. В Баткинской области за сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Этот регион по-прежнему считается лидером по динамике заражения. Всего, по данным Минздрава, по всей стране за минувшие сутки ковид был диагностирован у 88 человек. Относительно высоким уровень заболеваемости остается и в Оржской области. Там выявили 24 новых случаев. Динамика выздоровления, судя по опубликованным цифрам, последние дни пока кардинально не меняется. За сутки от коронавируса выздоровели 108 человек. Накануне было 114. Сейчас, как отмечается, в больницах стационарно лечатся 539 пациентов, а амбулаторно, то есть у себя дома, 1677 кыргызстанцев. Минздрав призывает граждан не пренебрегать санитарными нормами, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кыргызстанцы является великим наследием предков и главным символом нашей государственности. Кыргызский язык за 31 год после обретения статуса государственного прошел долгий и трудный путь. Он стал не только средством взаимной коммуникации, но и языком законодательства и государственного управления. Конечно, есть и недоработки. В эпоху цифровизации стоит задача дальнейшего развития кыргызского языка, чтобы он стал языком науки и новых технологий. Наша цель – широкое внедрение кыргызского языка в практику жизни, чтобы он стал поистине общим языком всех национальностей, проживающих в нашей стране. Дорогие соотечественники, пусть будет вечным кыргызский язык, создавший величайший в мире эпос Манас, да благословит нас всемогущий, и пусть всегда будет благополучие в нашем народе и мир на нашей земле. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на НТС. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова